В Одинцовской библиотеке номер один по инициативе активистов местного отделения партии «Единая Россия» прошел обучающий семинар для членов клуба «Активное долголетие». Сотрудники отдела ГИБДД по Одинцовскому городскому округу подробно рассказали участникам встречи о свето-возвращающих элементах. Сегодня мероприятие посвящается Всемирному дню инвалида. И сегодня мы напоминаем еще раз о том, как правильно себя вести на дорогах. Дмитрий Стебаков – старший тренер экспертного центра движения безопасности. Он помог гостям разобраться, как нужно носить свето-возвращающие элементы, чтобы они были хорошо заметны. А затем наглядно продемонстрировал, насколько отличается скорость реакции у людей и как она может меняться в разное время суток. Ведь зачастую пожилые люди являются для молодых подрастающих поколений людей примером. И очень часто происходят правонарушения, связанные с переходом дороги в неположенное место. В темное время суток как раз-таки такая погода, как сейчас, такие вот погодные условия как раз-таки благоволят к тому, чтобы пожилые люди совершали правонарушения. В частности, не использовали в темное время суток свето-возвращающие элементы на своей одежде. Как выяснилось, в ходе семинара почти все участники знают о том, что носить на одежде свето-возвращающие элементы жизненно необходимо. Некоторые заставляют носить их в своих внуках, но сами, увы, не носят. Поэтому по окончании семинара организаторы вручили всем специальные подарки, которые помогут пожилым людям быть заметнее на дороге в темное время суток. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова